Собаки во дворе, кошки на столбе. Целая операция по спасению бедного животного развернулась на улице Короленко. По словам очевидцев, кошка сидит там несколько дней. Импровизированная подушка безопасности из двух одеял подготовлена для прыжка. Местные спасатели долго уговаривали животное спуститься, но ничего не помогало. Шла я по переулку, раньше он, по-моему, Шевченко назывался, и со мной рядом женщина идет. И вот мимо 20-й школы, свороток на Казанцев 58, буквой Л бетонный столб. Там все в высоководных шайбах и провода. И женщина говорит, просто ни с того, ни с сего. Там кошка два дня уже сидит, только то мяукала, а сейчас тишина. На редкость сомнительное убежище нашла для себя кошка, и как забралась, неизвестно. Прохожие же уже оборвали все телефоны службы спасения, пытаясь вызвать специалистов. Наши приехали МЧС, сказали, пока не выключат лэп, мы никто не полезем, 10 тысяч вольт, нам ничего не нужно. Развернусь, я говорю, это только в кино, что МЧС помогают, как-то решают эти вопросы. А что нам, 10 тысяч вольт, ни одна сюда люлька не поднимется, и никто не полезет, чтобы убило просто так. Развернулись, просто уехали и все. Сотрудники МЧС уехали, а обийчане не сдавались. Несколько часов на холоде разрабатывали новую стратегию по спасению голодного животного. С электричеством спасатели снимать не будут. Снимать будут работники МЭС, но это не их обязанность. Они занимаются плановыми работами за вечи, половина за вечи без света. Они пока там работы не закончат, они туда не приедут, они могут вообще не ехать, потому что это в их функции не входит, но они пообещали. Благодаря неравнодушным жителям операция закончилась успешно. А сотрудники филиала «Бийский МЭС» пригнали вышку, спасли испуганного кота и передали сотрудникам приюта преданность. Юлия Щепина, Илья Питков, Будни.